Приветствую вас, друзья! Это свежий утренний брифинг на дворе пятница, сегодня 4 февраля и к нам с вами поступает огромное количество информации, которую переработать сложно и еще сложнее затолкать в один утренний брифинг. Поэтому мы с вами будем говорить о важных вещах, о действиях монетарных властей. Европейский центральный банк привел к тому, что евро взлетело в космос в моменте, что в принципе нами подразумевалось, но мы с вами разберем, что конкретно там было сказано, чего ждут от ЕЦБ рынки и, кстати, от Банка Англии в том числе, и чего нам с вами следует ждать. Ну и, конечно же, про другие события. В общем, много полезной информации. С вас, как всегда, лайк, подписка, несколько слов в комментарии. Поехали! Итак, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард больше не исключает повышение процентной ставки в этом году. И это ровно то, что мы с вами ждали во вчерашнем брифинге. Ну, правильно бы сказать, предполагали, что риторика будет изменена. Она изменилась. При этом она сослалась на неожиданно рекордные данные по инфляции. Перед вами график, где розовым отмечена ожидаемая инфляция с точки зрения Европейского центрального банка на основе декабрьских прогнозов. И мы видим, что, в принципе, и в ноябре прогнозы были ошибочные, и в декабре, и, что самое важно, по итогам января ждали 4,4%. Во всяком случае, такие прогнозы давал ЕЦБ, а по факту мы с вами увидели 5,1%. Да, ЕЦБ достаточно серьезно промахнулся с прогнозами по инфляции, поэтому мы с вами ожидаем мартовское заседание, где состоится публикация свежих прогнозов. И, как заявила Кристин Лагард, состоится некая рекалибровка денежно-кредитной политики. Думаю, что в марте будет какая-то ясность на этот счет, ну и, конечно же, наша любимая с вами волатильность. Денежные рынки тем временем закладывают в цену евро то, что ЕЦБ повысит свою ставку в целом на 40 байсных пунктов к декабрю этого года. Во вчерашнем утреннем брифинге мы с вами отмечали, что рынки ожидают увеличения на 25 байсных пунктов к декабрю. Сегодня 40. Собственно говоря, эти ожидания, закладывание этих ожиданий и приводит к росту европейской валюты. Ну и синхронно доходность двухлетних немецких облигаций, наиболее чувствительных к повышению процентных ставок, выросла вчера на 13 байсных пунктов до минус 0,32, до самого высокого уровня с 2015 года. То есть мы с вами вчера наблюдали, как в стоимости европейской валюты, как в стоимость европейских бандов закладывается будущее ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Европейского Центрального Банка. И если вы смотрите мои брифинги давно, то вы, наверное, знаете, что раньше я говорил о том, что евро к доллару вниз, потому что ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику, а ЕЦБ вроде бы как и не чешется это делать. Сейчас ситуация изменилась. Теперь Европейский Центральный Банк тоже начинает ужесточать собственную денежно-кредитную политику синхронно с ФРС. Как это отразится на валютном рынке? На долгосрочной перспективе это означает флэт и боковик. То есть у нас и доллар США будет дорожать из-за действий ФРС, и европейская валюта тоже будет дорожать из-за действий Европейского Центрального Банка. Кто по итогу окажется сильнее, ну, сказать сейчас сложно, но четкой тенденции на евро-долларе мы с вами пока не ожидаем. Хотя, откровенно говоря, я думаю, что ФРС в этом плане переплюнет все-таки Европейский Центральный Банк, потому что ФРС может увеличивать свою процентную ставку достаточно серьезно, намного серьезнее, чем это может сделать Европейский Центральный Банк. Так что по итогу мы все равно с вами увидим, как доллар будет дорожать эффективнее, чем евро, что выльется в движение евро-доллар вниз. Но опять же, это горизонт второй половины 2022 года. Ну и, конечно, не стоит забывать, что все это пока ожидание. Ожидание действий ФРС и ожидание действий ЕЦБ, и в этих ожиданиях может уступить разочарование. Поэтому нам важно с вами отслеживать все эти рыночные настроения и внимательно реагировать на изменения. Банк Англии, в отличие от ФРС и от ЕЦБ, не говорит об ужесточении денежно-кредитной политики, а уже действует. Вчера банк провел второе подряд повышение процентной ставки до уровня 0,5% и предупредил рынки о том, что грядут новые меры. Управляющие банка встревожены тем, что инфляция в этом году может превысить 7%, что в три раза выше целевого показателя и более чем на 1% выше, чем Банк Англии прогнозировал в декабре. То есть здесь мы тоже с вами становимся свидетелями того, как Банк Англии тоже ошибся в собственных прогнозах по инфляции, что собственно говоря и тревожит их сейчас. Банк Англии предупредил, что употребительские цены вероятно вырастут на 7,25% в апреле из-за роста расходов на топливо и на налоги. И на данный момент рынки делают ставки на то, что центральный банк будет повышать стоимость заимствований на каждом из следующих трех заседаний, а также еще одно повышение к концу этого года. Что собственно говоря и приведет к увеличению процентной ставки до уровня 1,5% с текущих 0,5%. Но в своих заявлениях глава Банка Англии Эндрю Бейли предостерег рынке от мысли, что ставки сейчас находятся на неизбежном длительном росте. Он отметил, что в краткосрочной перспективе банка инфляция в значительной степени зависит от событий на энергетическом рынке. То есть другими словами господин Бейли говорит нам о том, что если цены на газ и цены на нефть будут оставаться высокими длительное время, то в этом случае Банк Англии будет быстро и резко повышать ключевую процентную ставку. А если цены и на газ и цены на нефть будут снижаться, то необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики вроде бы как и не будет. И кстати говоря, аналогичные выводы можно применить и к Европейскому центральному банку. Мы с вами разбирали структуру инфляции в Европе. Кто не помнит, в правом верхнем углу прямая ссылочка на пост в телеграм-канале, там все описано. Но в целом там видно, что основной драйвер роста инфляции в еврозоне это рост цен на энергоносители. Соответственно, если цены на газ и цены на нефть будут снижаться, то можно предполагать, что инфляция будет замедляться. А значит и необходимость в повышении денежно-кредитной политики тоже будет иссякать. И соответственно снижение стоимости валют европейской и фунта. Вот такая корреляция между ценами на нефть и газ и текущими валютами может существовать. И мы внимательно с вами будем следить как раз таки за всей этой динамикой. Но нефть как назло нифига не снижается, а даже обновляет свои максимумы. Нефть марки WTI 9068 и это новый максимум. И в нефти марки Brent 9110 и это тоже новый максимум. Вчера мы с вами в брифинге говорили о том, что падение под 8595 будет как-то нам подсказывать о том, что возможно коррекции будут развиваться. Но никакого падения здесь не было. Мы выстрелили вверх и на это есть три причины. Первая причина это погода. На территории большей части США установилась морозная погода. Во многих частях Техаса в ближайшие дни прогнозируется падение температуры ниже 20 градусов по Фаренгейту. По-русски это минус 7 градусов по Цельсию. Ну и у рынков как бы тут начинаются флешбеки с морозным мартом 2021 года, которые привели к дикому и бурному росту цен на нефть. Вторая причина это геополитические опасения между Россией и Украиной. Запад продолжает нагонять жутие на том, что мы вот-вот нападем и то, что на границе с Украиной есть определенная напряженность и отсюда, собственно говоря, есть риски снижения предложения. Ну и третья причина еще одна геополитическая напряженность, но уже на Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что три враждебных беспилотника, вошедших в их воздушное пространство, были перехвачены в минувшую среду. И это произошло через несколько дней после того, как там же в Объединенных Арабских Эмиратах отразили ракетную атаку истребителей, базирующихся в Йемене. Зависимость здесь очень простая. Мы сами говорили о том, что рынок нефти находится в дефиците, а мировые запасы этой самой нефти вообще на своих многолетних минимумах. Поэтому если что-то случится с предложением, например, замерзнут трубы в США и нефть будет качаться с трудом, или, например, будут подорваны нефтяные объекты в Объединенных Арабских Эмиратах или какой-нибудь Саудовской Аравии, все это приведет к снижению предложения и де-факто к росту цен на нефть, потому что дефицит будет увеличен. И, кстати говоря, разница в ценах следующего и текущего фичного контракта на нефти марки WTI обновили минимум, что говорит о том, что бэквардация находится на уровне 2015 года. И ровно это указывает на то, что участники рынка оценивают рынок нефти как максимально дефицитный. Ну и отсюда, собственно говоря, и рост цен. И резонный вопрос, можно ли продавать нефть сейчас? Ну, в принципе, можно, потому что холода так либо иначе отпустят, геополитическая обстановка может разрядиться, но я бы не исключал вероятность такого шока и такой панической атаки, которая может привести к резкому взлету цен на нефть на 100 и может быть даже 120 долларов за бочку. Паническая атака, основанная на том, что запасы нефти на минимуме, проблемы с поставками, нефть нужна здесь сейчас, в общем, примерно все то же самое, что было с ценами на газ в Европе в концу прошлого года. Так что если шорт, то пусть это не будет на диком плече и без возможности перезайти где-нибудь по 120. Ну, а мы с вами переходим к технической картине и напоминаю, что специальная трансляция для спонсоров Briefing Insight уже доступна на этом канале. В правом верхнем углу прямая ссылочка на эту запись, смотрите, у кого есть доступ. А глядя в графики, мы с вами можем перестроить в европейской валюте, ну, правильно будет сказать, достроить идеи, потому что вчера, в принципе, предполагался отбой отсюда и движение вверх. На этом, собственно говоря, и было заработанное количество денег. И 1.1410, 1.1370 я бы выделил как своего рода поддержку. То есть падение под 1.1370 будет говорить о том, что инициатива вверх захлебнулась и из позиции имеет смысл выходить. То есть если у кого-то есть какие-то позиции долгосрочные, вы сидите в покупках, то стоп переставленный в забыток сюда, выглядит достаточно неплохо. Здесь же, в принципе, можно поспекулировать, поскольку вот этот хай, да, 1.1480 мы с вами не прошли, поэтому в этом балансе мы с вами должны как-то остановиться, закрепиться. Но, тем не менее, я думаю, что на этих настроениях пробой этого уровня 1.1480 в принципе вполне возможен. Так что основная идея вверх, либо с отката, либо после пробоя. 1.1541, я думаю, мы туда доедем. Ну, а еще раз, да, появление под 1.1370 будет говорить о спаде тех настроений, которые рынок получил вчера. А индекс доллара по аналогии тоже можно провести здесь такой баланс 95.70. Тоже рост до туда будет говорить о том, что инициатива захлебнулась. Возможно, имеет смысл рассматривать вот эту вот идею, о которой мы с вами, в принципе, говорили несколько дней назад. Но пока знак вопроса я здесь не убираю. Откупать, ну, так себе, только лишь на предположение о том, что все развернется. Пока явных причин к этому здесь нет. Цены на биткоин без особых изменений. Во флете мы с вами вот так вот, раньше здесь у нас с вами, кто помнит, да, был такой баланс. От него мы отскочили, доехали опять до поддержки. Здесь в балансе мы с вами все еще торгуемся. Основное движение сверху вниз, как ни крутите, потому что тенденция такая. Так что, покупая здесь, мы с вами должны понимать, что это действие на коррекцию. Надо оно или не надо, тут стоит подумать каждому самостоятельно. Российский рубль вчера оставался стабильный. И это вызывает, собственно говоря, вопрос. Потому что, если мы с вами посмотрим на вот этот график, где собраны цены на нефть, бренд, они здесь черные, они подросли и по итогу, индекс государственных облигаций без изменений, доллар США ослаб, но здесь он вырос, потому что это инвестированный индекс доллара. Итого мы с вами получаем, что слабый доллар должен был укрепить российский рубль и растущая цена на нефть тоже должна была укрепить российский рубль. Но ни того, ни другого, ни то, ни другое не повлияло на стоимость рубля. Отсюда есть вывод. А почему, собственно говоря, он вчера, есть вопрос, а почему он, собственно говоря, вчера не подорожал? И этот вопрос заставляет задуматься. Серьезно, может быть, российский рубль вчера сливали, кто-то намеренно. Не забываем, что сегодня состоится встреча между Си Цзиньпинем и Владимиром Владимировичем. О чем-то договорятся, есть ли какие-то риски, не знаю. В общем, ситуация такая, пока объяснений никаких я на этот счет не вижу. Если вы о чем-то думаете, пишите об этом смело в комментарии, разберем. А S&P 500, вернее, фьючерс на S&P 500 от сопротивления потихонечку отбивается. Но тут ничего нового. Конечно, огромное количество отчетов разных интересных поступает на рынок. Все мы их потихонечку, по мере возможности, будем разбирать либо в Телеграм-канале, либо в моем блоге. Кстати, в правильном углу вы сможете найти ссылочку на разбор отчета Метан или Фейсбук. Как раз таки в моем блоге. Почитайте, кто еще не понимает, почему акции так серьезно упали и какие у них перспективы. Ну а здесь в целом ничего нового. Флет на него и рассчитываем. Не исключаем, что можем дорасти до максимума, но без каких-то конкретных перехаев. И NASDAQ. Ну, примерно то же самое во флете, под давлением. И похоже, что здесь и покупать рано, и продавать уже не те совсем цены, если так можно сказать. Наш индекс РТС снизился, в отличие от российской валюты, но все это произошло, потому что индекс московской биржи снизился, а не потому что рубль ослаб. Здесь момент в чем? Ну вот те геополитические риски, которые дают реакцию на нефть, я говорю о нагнетании обстановки между Россией и Украиной, они в принципе дают и на наши российские фондовые рынки. Посмотрите, кто у нас в лидерах падения, там Сбербанк, в общем все те, кто там пострадает в случае чего. Но с точки зрения технической картины, я бы пока поспешных выводов не делал. Посмотрим, что да как, что называется, да. О коротких позициях мы с вами говорили в рамках этого баланса, но о длинных в рамках этого ни то, ни другое не произошло, поэтому все плюс-минус спокойно. Цены на природный газ снизились, причем речь идет о текущем финишном контракте. Напомню, что мы с вами вчера наблюдали, ну да, это кстати идея для спонсоров, не успел ее закрыть, в общем мы там переходим к шортам. Здесь стоит отметить, что снизились цены на финишный контракт, вот это, то есть он залетел, он же и снизился. То есть мы видим с вами по факту снижение дикого спроса на цены на газ, в итоге отбой состоялся. Есть позиции, есть уже плюсовые позиции на этот счет, поэтому держим. Докуда держим? Я думаю, 4.20, я думаю мы здесь с вами на 4.20, да, я думаю мы здесь с вами можем рассчитывать. Ну или что-то около того, без четких, так сказать, целей, просто посмотрим как будет развиваться. И золото, вчера на данных и на общей волатильности устроило шпиль вниз в данных котировках, но техническая картина от этого не изменилась. От поддержки рассчитываем на какой-то отбой и двигаемся по тем целям, которые здесь указаны. Ну вот такой финансовый рынок на мой взгляд выглядит сегодня, если понравилось не забывайте ставить лайк, подписываться и комментировать в поддержку канала. От себя добавлю, что возможно изменения в выходе утренних брифингов, пульса рынка, инвестиций с нуля, потому что сдаю я сегодня студию и собственно говоря не знаю как мне получится записать эти ролики. Но в любом случае колокольчик ставьте под видеоролик, чтобы получать уведомления о новых публикациях. На этом все, всем профита, пока.